На порталах Загиет поступают различные вопросы, имеющие отношение как к нашей внутренней жизни, так и к жизни нашей внешней, земной, ну и, конечно же, имеющие отношение к нашей жизни вечной. И вот один из таких вопросов. Мы часто страдаем из-за своих грехов еще в земной жизни. Разве справедливо, что мы будем страдать еще и за гробом? Вот вы знаете, сегодня достаточно популярными стали разговоры о так называемой детской позиции. Что такое детская позиция? Если говорить вкратце, детскую позицию занимает человек, которому все время кажется, что кто-то должен отвечать за все, что с ним в жизни происходит. Человек не в состоянии никак понять, что он всецело сам ответственен за свою жизнь, что он сам выбирает пути, которым он идет, он сам выбирает решения, которые он принимает, он сам совершает те или иные действия. И вот все, что происходит после этого, становится естественными последствиями его действий. Ну, если мы обратимся к самому началу священной истории, то мы увидим, что человек был предупрежден о том, почему ему нельзя вкушать плод здрева познания добра и зла. И тем не менее, он этот плод вкусил. И не было сказано человеку, что он будет умершлен за это преступление. Он был предупрежден о том, что он после этого умрет смертью. И нельзя сказать, что Господь вот как-то жестоко человека покарал или наказал его за это. Нет, само преступление заповеди Божией заключало в себе последствия. И эти последствия таковы, что сегодня мы очень ярко можем видеть, как приходится нам всем расплачиваться за ошибку нашего правоцев. И вместе с тем, мы понимаем, что, наверное, если бы мы находились на их месте, то мы бы с легкостью эту ошибку также повторили. И вот все, что мы делаем в этой жизни, оно влечет за собой естественные последствия, в которых абсолютно никого нельзя винить. И уж, конечно, нельзя возлагать вину за эти последствия на Бога, что люди, к сожалению, делают очень часто. Мы совершаем какие-то действия, принимаем какие-то решения и сталкиваемся с тем, к чему это приводит. И если это действие неправильное, если это действие греховное, то, конечно, мы страдаем из-за них в этой жизни. И если мы не изменяем свою жизнь, если мы не приносим покаяния, то совершенно естественно, что мы будем испытывать страдания и после смерти, потому что наши грехи и ошибки пойдут с нами и туда. И не имеет смысла задавать вопрос, там справедливо это или несправедливо. Это естественное следствие. Важнее понять другое. Мы можем это все изменить. Мы можем не совершать ошибки, те, которые мы уже осознали, как ошибки, и не повторять их. Мы можем раскаяться в ошибках прежних. Мы можем изменить очень сильно свою жизнь. И прекратить вот эти страдания, которые нам так не нравятся в этой жизни, и избежать страданий в жизни вечной. Вот это осознание, на мой взгляд, самое важное здесь. Дело в том, что человек на протяжении своей жизни может совершить множество грехов, и даже злодеяний, и преступлений. И как судят о таком человеке Бог, когда человек предстает перед ним? С одной стороны, это, безусловно, тайно. И мы не можем говорить о том, что мы точно знаем, каков будет этот суд, потому что означало бы похищать нечто, ведомое только лишь Богу. Но совершенно определенно можно говорить о другом. О том, что очень различное состояние человека, который совершил преступление, и был бы готов повторить его вновь. Это один человек и определенный суд о нем. Как о преступнике, или даже как злодеи, или даже убийцы. И совершенно другое дело, когда человек настолько внутренне изменяется, что становится понятно, что вновь он уже не совершил бы ни этого преступления, ни этого злодеяния, ни этого, может быть, убийства. И вот Господь вот этого нового человека будет судить уже как нового человека. То есть важно, с чем мы подходим к моменту перехода в вечность. Действительно ли мы становимся другими людьми? Потому что, каковы мы есть, такое место мы и занимаем рядом с Богом. То есть все определяется не тем, что мы сделали в течение своей жизни, а какими мы в итоге стали. Именно вот это вот то, какими мы в итоге стали, и есть самое главное в нашей жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.